Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Спасибо за покупку. В Бобруйском горысполкоме подвели итоги работы в сфере торговли и услуг. Особенно важный на сегодняшний день – это соблюдение цен и ценообразования. Где появятся новогодние домики с едой. Груз задерживается. На дороге Осиповича-Барановича фура съехала в Кювет, кто помог вытащить автопоезд. Идейный каворкинг в городе прошел оригинальный форум работающей молодежи. Было очень интересно узнать, как устроено производство. Чем удивлял Бобруйск. А также общий вклад, совместный мультибренд и новое поколение. «Росатом» будет поставлять в Беларусь оборудование для лечения онкобольных. В чем уникальность комплексов. Важнейшая встреча в разрезе развития региона. Президент с рабочей поездкой посетил Гомель. Беларусь, сообща, взялась собирать урожай. По мнению Александра Лукашенко, аграрии выдали достойный результат. Однако эту область глава государства раскритиковал. На фоне Минска, который намолотил 2 миллиона тонн зерновых, Витебска и Могилева, перешагнувших за миллион, вклад Гомеля в общей каравай не такой заметный. Миллионный рубеж здесь преодолели только с кукурузой. Когда я принимал решение о направлении к вам министра сельского хозяйства в Гомельской области, думал, приедет железной рукой и наведет порядок. Вы не смотрите, что он внешне такой спокойный, Иван Иванович, в спецназе каком-то служил? Ты им расскажи. Трудно даже представить, что это спокойный человек, в спецназе служил. Ну, думал он так. Возьмется за дело и резко повернет к лучшему. Прежде всего в сельском хозяйстве. К тому же это руководитель от земли. И работал и в хозяйстве, в спешные районы возглавлял, в Минщине, затем министром работал. Есть все необходимое, и опыт, и компетенция. Есть знания. Я это видел, когда работал министром. Что вам еще надо? Какого лучшего руководителя я могу сюда направить? Значит, многое зависит от вас. Как вы вокруг него станете и будете торшить это тяжелое бремя. Следующий год для области станет лакмусовой бумажкой, предупредил президент. Тем более, что спросом продовольствия в мире лишь растет. Руководство региона предоставило Александру Лукашенко конкретный план выхода из кризисной ситуации. Стратегии развития агропромышленного комплекса и реструктуризации пассивных площадей и новой фермы, чтобы увеличить производство молока и более хозяйский подход. Экономические горизонты. В Бобровском горы с полкомами подвели итоги работы в сфере торговли и услуг за 9 месяцев. На повестке дня – развитие общественного питания, увеличение товарооборота, контроль цен и подготовка к новогодним праздникам. Об инновационных технологиях и не только Ольга Васинда. 2022-й практически подходит к концу. В Бобруйском горы с полкомами обсуждают итоги работы в сфере торговли за 9 месяцев. В целом, прибыль по городу от продажи различных товаров и услуг увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На магазинных полках качественная продукция и широкий ассортимент по справедливым ценам. За счет вновь созданных объектов торговли выполнен норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью. На территории города функционирует у нас 5 рынков на 1598 торговых мест и 35 торговых центров, где размещено порядка 700 торговых объектов. Специалисты внедряют инновационные технологии. Бесконтактные мобильные платежи, кассы самообслуживания. Развивают и службу доставки заказов. Горожане могут купить различные товары в 200 интернет-магазинах. Кстати, с начала года их количество увеличилось. Есть ряд вопросов, на которые нужно обратить внимание. Вот один из вопросов. Меня все-таки интересует рост розничного товарооборота. Что мы будем иметь по концу года с учетом скидок, с учетом того, что новогодние праздники идут. В планах разместить торговые объекты возле главной елки, где залили каток, и около Дворца искусств. Отдел архитектуры уже разработал внешний вид новогодних домиков, которых будут продавать еду. Готовить блюда белорусской кухни планируют на открытом огне. Специалисты рассчитывают, что это поможет увеличить товарооборот. Также особенно важное на сегодняшний день – это соблюдение цен и ценообразования. Цены, как сказал президент Республики Беларусь, должны быть справедливые и оборудованные. В Бобруйске в этом году также появилось пять объектов общепита на 146 посадочных мест. На этом развитие малого и среднего бизнеса не прекращается. В следующем году планируют открыть еще одну пиццерию на Максима Горького. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Снежный занос. На дороге Осиповича-Барановича фура съехала в Кювет. ЧП произошло накануне около 16 часов. 35-летний водитель не справился с управлением. До поздней ночи сотрудники госавтоинспекции пытались достать грузовик. Руководство организации, на которой работает мужчина, обещало прислать эвакуатор к утру. Однако наряд ДПС не стал дожидаться возможной аварии в этом месте. На помощь пришли два энергонасыщенных трактора, которым и удалось вытянуть автомобиль с грузом 22 тонны. Новое поколение, совместный мультибренд и безопасный приют. В республике действуют 136 кризисных комнат, сколько человек обратилось с начала года. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. «Росатом» будет поставлять в Беларусь импортозамещающие оборудования для лечения онкобольных. Сборка уже началась. Первые поставки ожидаются в 2023-м. Каждое изделие производится на заказ для конкретного центра. Брахиум-гамма-терапевтические комплексы нового поколения. Пока в России собрано лишь четыре подобных аппарата. В республике действуют 136 кризисных комнат. В прошлом году ими воспользовались 630 человек. Услуга оказывается безвозмездной и включает предоставление спального места, обеспечение средствами личной гигиены, питьем и питанием. К слову, около 11 тысяч жертв домашнего насилия ежегодно обращаются за помощью территориальные центры социального обслуживания. В Беларуси будут производить топливо из мусора. Уникальный проект реализуют на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке, что позволит дополнительно вовлечь в оборот тысячи тонн отходов. Здесь будут использовать сырье, которое прежде отправлялось на полигоны и становилось проблемой на сотни лет. Оборудование уже установлено, остались пусконаладочные работы. Легпромы Беларуси и Казахстана расширяют производственную кооперацию. Представители будут совместно искать партнеров, бороться с контрафактом и продвигать товары. В Астане уже работают два магазина «Светана», где представлена продукция сразу нескольких предприятий концерна. Наш мультибренд пользуется стабильным спросом. В стране стартовала республиканская профилактическая акция «Смени шины у своей машины». Госавтоинспекция проверяет, как водители подготовили автомобили к эксплуатации в снежных условиях. С 1 декабря, напомним, зимняя резина на авто обязательно. Штраф до 32 рублей. За повторное – до 160. Уверенные, целеустремленные и амбициозные. В городе прошел региональный форум работающей молодежи. Более 40 молодых специалистов из Могилева, Кличева, Кировска, Сиповича и Бобруйска смогли пообщаться друг с другом и вместе определить цели и задачи, которые соответствуют сегодняшней ситуации на местах и в государстве. Ребята познакомились с историей легендарной Белшины и с производственными мощностями промышленного гиганта. Сегодня встречается городская молодежь, чтобы поделиться впечатлениями, как их принимают на первых рабочих местах, какие традиции сложились у тех ребят, которые работают уже не первый год. И, конечно же, на более высокий уровень поднять те проблемы, которые существуют, чтобы потом мы все вместе сделали все для того, чтобы наша молодежь развивалась и, конечно же, оставалась на своей родине. Было очень интересно узнать, как устроено производство. Увидеть крупногабаритные шины, которые здесь производят, очень впечатлило. Увидели, какое здесь оборудование, как здесь все устроено. Парни и девушки приняли участие в дискуссионной площадке молодежной предпринимательства в системе формирования и потенциала развития экономики региона. Подняли вопросы гражданско-патриотического воспитания личности в условиях информационного общества. Посетили медиахолдинг «Бобруйское житё» и своими глазами увидели, как рождаются новости. Завершающим аккордом форума стала знакомство с культурным и историческим наследием города на Березине и экскурсия по синагоге. Взялись за дело. Активисты БРСМ оказывают помощь одиноким и пожилым людям. Волонтёры приезжают на дом к инвалидам, пенсионерам, ветеранам войны и труда, чистят дорожки от снега и наледи, кулю дрова и выносят мусор. Инвентарь при необходимости привозят свой. Мы стараемся приходить каждый сезон. Они сами не могут, поэтому мы стараемся им помогать. И в всем возможностях для помощи. Всех желающих приглашают присоединиться к движению. Оставить заявку можно по номеру 77 69 83. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова